Практическое управление пчеловодческим хозяйством. Лекция Иэна Степлера в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США. Хочу представить вам Иэна Степлера, фермера в третьем поколении из Манитобы, Канада. Его семья 10 лет назад реструктурировала ферму и расширила до крупного зерно-скотоводческого и пчеловодческого хозяйства. Они обрабатывают около 3,5 тысяч акров земли, держат 500-600 голов рогатого скота, а также имеют 1200-1500 пчелосемей. 19 лет назад Иэн купил свои первые 4 улья и посвятил этому занятию свою жизнь. Иэн многому научился у других, именно поэтому он стремится отдать свой долг перед обществом, делиться своим успехом и неудачами с другими людьми. Итак, поприветствуем Иэна Степлера. Джон выжимает все из меня, он заставил меня выступать тут уже в четвертый раз. Шучу, конечно, на самом деле мне нравится, только голос немного охрип, потому что раньше я был простым тихим парнем на заднем ряду таких собраний. Сегодня я хочу поговорить с вами немного о практическом менеджменте, управлении пчеловодческим хозяйством и уроках, которые я извлек из моего опыта пчеловодства. Я начал заниматься пчелами около 20 лет назад. Из школы я поступил сразу в университет Манитобы, который закончил в 99 году и где получил свой сельскохозяйственный диплом. Я занялся пчелами сразу после окончания университета. Там, в университете, я познакомился впервые с пчеловодством. Как я вам уже об этом рассказывал, многие фермеры ничего не знают о пчеловодстве. Я был одним из таких фермеров, занимающихся зерном, и даже не знал, как пчелы выглядели. Чтобы защитить диплом в последний год учебы, мне не хватало 2 балла за пройденные предметы. Они предложили мне курс по лабораторным анализам молока, за который давали 4 балла, и курс по пчеловодству на 2 балла. Мой друг, который был в таком же положении, как и я, сказал, что не стоит нам брать курс по молоку, потому что там лишние 2 балла. Нам не нужны лишние баллы, хватит и двух. Ну и мы решили пойти на пчеловодство. Узнали о курсе побольше, оказалось, что занятия должны были быть после наших основных лекций. Каждую среду по вечерам. Я еще тогда товарищу Джейсону сказал, что мы не можем пропускать барную среду в общежитии. Но он разумно ответил, что мы пообедаем, потом пойдем на пчеловодство, а затем в паб, где нам не обязательно быть к 8. Поэтому я подумал, что это может сработать. Мы оба пошли на курс. Летом я купил 4 улья, купил старое оборудование от старых пчеловодов. В течение нескольких лет я увеличил пасеку до 30 пчелосемей. Поскольку у меня появились пчелы, меня начали ассоциировать с пчеловодством. Ко мне приезжали фермеры, они видели во мне пчеловода и начинали говорить со мной о пчелах. Предлагали землю для размещения ульев. Я думал, это очень круто. Ассоциирование меня как пчеловода мне казалось классной. Но я совершенно не понимал, что я делаю. Не было никакого руководства. Только вот это ассоциирование позволило мне продолжать. Помню, однажды ко мне подошел смотритель местной церкви. Внутрь церкви залетел рой и сел в одну из стен. Он попросил меня позаботиться об этом рое, снять его, чего я раньше не делал. И я подумал, круто. Он обратился ко мне как пчеловоду, чтобы решить пчеловодческую проблему. Я приехал, вскрыл стенку, вынул пчел и посадил их в ящик. Это все я делал на лестнице. Не знаю, как мне это удалось. Вероятно, матка попала в ящик. В итоге гнездо развилось, и я пустил этот улей в зиму. Я оставил в зиму 30 своих семей, плюс этот рой, который назвал святым. То есть всего 31 улей, и я потерял их все. За исключением этого святого роя. Я был абсолютно деморализован из-за этого. Потерял всех пчел. Но тогда я еще не понял, что именно это и стало началом моего пчеловодческого бизнеса. Потому что именно в этом суть пчеловодства. Я был расстроен. Вы знаете, как это. Все пчеловоды проходят эти этапы подъема и спада. Подъем – это огромный успех. А затем тебя ждет ужасный, ужасный спад, когда кажется, что все идет не так, и все семьи умирают. Но этот спад был хорошим уроком для меня. Именно в этом и заключается пчеловодство. Это постоянная перестройка и восстановление, перегруппировка и движение вперед. Не зацикливание на всех плохих вещах, а попытки определить проблемы и двигаться дальше, решая их и противостоя им. В тот год погибли все мои ульи, кроме этого роя, как я его назвал, святого из церкви. И папа сказал мне, что у нас много работы на ферме, и либо я должен больше внимания уделять ферме, либо заняться полноценно пчеловодством. Нужно было принять решение. Я помню тот момент, когда осматривал единственную оставшуюся в живых семью и думал, насколько это круто смотреть, как работают пчелы. Знаете, это чувство. Улей связал меня с естественной средой вокруг меня. Откуда поступала пыльца, пчелы прилетали, я почувствовал, что в этом есть что-то особенное. Я купил 40 пчелосемей и решил полностью отдаться пчеловодству. Папа дал мне в долг, который я потом отработал. Купил больше оборудования, построил помещение, приобрел машину и стал работать, работать и снова работать. Все время я полагался на свою семью. Она помогла мне нарастить пасеку до 150-200 пчелосемей. В 2002 году я подписал контракт с BeMade. Это было очень важно. Они дали мне надежный рынок, куда сбывать свой продукт. BeMade – это кооператив, в который входит 320 западных пчеловодов. Они продают мед под брендом BeMade. Членам кооператива не приходится думать о логистике, бочках и тому подобных вещах. BeMade привозит мне бочки и дают мне справедливую цену. Они честно оценивают мой мед. Больше всего в BeMade мне нравится то, что когда я произвожу мед, я вкладываю очень много усилий и горжусь им. Это мой продукт, и я хочу, чтобы этот продукт выглядел так же достойно на полке магазина. Я знаю, что BeMade фасует на 100% канадский мед. Я знаю, что они будут уважительно относиться к моему меду и достойно представлять его на полках магазинов. Я знал, что мед BeMade и других канадских фасовщиков в магазинах не подделывается, его качества не ухудшают. Его не будут выставлять так, что меня будет это расстраивать. Это одна из причин, почему я стал членом кооператива. С тех пор я опустился в дорогу. Я выстроил этот фантастический бизнес. Все, что я имею и делаю, связано с пчелами. Пчеловодство увлекло меня в удивительное путешествие. 20 лет назад я совершенно не думал, что буду выступать перед вами в Питтсбурге, разговаривая о пчелах. Проделан невероятный путь, и я все еще пытаюсь карабкаться. Вот с таким простым желанием я начал свой бизнес. Мы можем развиваться в стольких направлениях и направлять свою энергию в определенную сторону. Существует множество методов и огромный выбор оборудования. Как можно в этом разобраться? Как узнать правильное направление развития? Я не могу давать вам ответ на эти вопросы, но я могу показать вам некоторые методы и решения по оборудованию, которые я принял, и некоторые стратегии менеджмента управления моим хозяйством в течение года. Управление рабочей нагрузкой. Это, пожалуй, самый тяжелый фактор, с которым сталкиваются все пчеловоды, которые наращивают свое хозяйство. Как управиться с работой? Как ввести людей в процесс, чтобы управиться с задачами и сверху смотреть на все проблемы? Очень легко сказать управиться с рабочей нагрузкой. Но очень трудно сделать. Я до сих пор испытываю проблемы с делегированием работы другим. Самая большая проблема – это работа с расплодом. Очень субъективная работа. Мне не нравится, когда другие люди трогают мои рамки. Когда другие приходят и начинают трогать мой расплод, я все время говорю, чтобы они убрали руки от него. Это же мои пчелы. У меня возникают проблемы с приглашением людей для помощи в такой активной работе. Но я расскажу о некоторых стратегиях, которые я задействую для приглашения других людей, для помощи мне в развитии моей пасеки. В частности, я составляю перечень всех работ, которые нужно сделать, и выявляю те, которые могут быть дополнены. Есть задачи, которые могут быть легко делегированы другим людям. Есть задачи, которые требуют моего внимания. Есть задачи, которые можно научить выполнять. Вот некоторые виды работ, которые я легко могу делегировать. Например, чистка рамок и корпусов, изготовление рамок, мытье ведер, кошение травы, подкормка ведерными кормушками с сиропом, постановка новых корпусов, розлив меда по бочкам, загрузка бочек в прицепы, чистка помещений и оборудования для откачки. Все эти задачи мне не обязательно делать самому. И все это я не хочу делать сам. Поэтому я делегирую их наемной силе. Очень важно иметь под рукой подобный перечень работ и постоянно определять, какие работы можно делегировать. Таким образом, это позволяет мне уйти с фермы, с работы и поддерживать эффективность у моих работников. Вы знаете такую ситуацию, когда нанимаешь работников, они как будто прилипают к тебе и не можешь от них оторваться. Это добавляет дополнительный стресс. Ненавижу это. Нужно настроить все так, чтобы возможно было уйти с работы. Поэтому составьте список всех работ, которые вам не нужно делать самостоятельно и которые можно передать другим. Работники должны быть заняты, эффективны и оказывать реальную помощь. Это фото двух парней, которые изготавливают рамки. Мне кажется, был дождливый день, дождливая неделя. И это уже третий день, как они делают рамки. Они всем своим видом показывают, что уже устали от этой работы. Но это позволило мне отсутствовать и при этом загрузить работников. Но я не вожу себя в заблуждение. Я пытаюсь успеть там, где нужно мое внимание. Я перечисляю виды работ, которые требуют моего участия. Работа с расплодом, оценка состояния пчелосемей, очень субъективная работа, где решение должен принимать я, контроль заболеваний, все пчеловодческие работы на пасеках, откачка меда, отбраковка ульев, перевозка ульев на пасеки. Это работа, в которой я должен непосредственно принимать участие. А вот интересная часть, задачи, которым можно подготовить работников, изъявляющих желание выполнять некоторые виды таких работ. Я могу научить их работать с расплодным гнездом. Например, при выравнивании пчелосемей или формировании отводков, нам нужно искать маток. Я отправляю ребят искать маток и не трачу на это времени. Они осматривают ульи, я учу их, как найти матку, они тратят свое время, находят маток, загоняют их в клеточки, кладут сверху на рамки. Я иду следом и выполняю мою субъективную работу. Таким образом, это помогает мне определять время затратные виды работ, которые не обязательно выполнять мне, и можно делегировать их обученному работнику. Вывод маток. То же самое. Я говорил о выводе маток ранее. Очень интересно, что вывод маток кажется тоже очень субъективной и важной работой, но это всего лишь процесс. Разбейте процесс, составьте план, наймите и научите кого-нибудь, кто будет способен выполнять этапы этого процесса по плану, и в итоге выполнит работу. Мне не обязательно присутствовать там. Я могу проконтролировать и передать работу кому-то другому. По мере того, как моя работница Керри становится все более опытной в пчеловодстве, я начинаю учить ее, как определять болезни, из-за чего они бывают, и как с ними бороться. Эту работу я также делегирую, как и очистку рамок и ульев. Откачка меда. Я не должен находиться в цехе, я ненавижу цех для откачки. Это самое худшее место в хозяйстве. Это очень монотонная и липкая работа. И кажется, что она никогда не закончится. Поэтому я нанимаю ребят, чтобы они выполняли эту задачу за меня. Я строю процесс, составляю план процесса, и они выполняют этот план. Еще одна задача, все прочие работы на тачках. Думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Если вы можете построить процесс, составить план, все это соединить, то можно делегировать работу другим при вашем контроле. В этом и состоит весь секрет промышленных пчеловодов, о которых говорил один коллега здесь ранее. Весь смысл в делегировании работы. Весь смысл в том, что нужно сделать, чтобы поставить задачи и управиться с рабочей нагрузкой. Итак, примеры. Покажу, как я сделал так, чтобы другие делали мою работу. Например, обработка ульев или подкормка. Нужно поделить работу на этапы. Вы располагаете человека на каждый этап. Формируете пасеки, как сборочный конвейер. Одни и те же действия снова и снова. Один парень кладет лепешки, другой ставит полоски, я контролирую их работу. Я могу начинать или заканчивать процесс, это не важно. Я где-нибудь на углу, смотрю, чтобы делалось все так, как мне хочется. И я меняю ребят местами. Это очень важно. Даже если один парень очень хорошо справляется с работой, нельзя его оставлять на одном месте, на одной задаче. Нужно проводить ротацию, просто чтобы они были свежими, чтобы они могли думать о разных вещах, иначе они теряют рассудок. И если кто-то из них не пришел на работу, можно на его место поставить другого, чтобы все было сделано, никаких проблем. Я лишь дополняю их работу, где это нужно. Они гнут спину и работают, а я смотрю, чтобы все шло ровно. Решаю проблемы. На выравнивание семей у меня было много трудностей с делегированием, потому что работа предполагает, что люди будут залезать в гнездовой корпус. А я не люблю, чтобы кто-то другой трогал мои рамки с расплодом. Я составил процесс, чтобы другие могли мне в этом помочь. Когда мы выравниваем семьи, мы оставляем 4-5 рамок с расплодом в первом корпусе. Стараемся, чтобы у семей была одинаковая сила. Я стараюсь перемещать пчел вместе с рамками, чтобы усиливать другие семьи и поддерживать их таким образом. Я посылаю вперед двух-трех парней просто на поиск маток. Эта работа делается не мной. Я иду за ними настолько быстро, насколько могу. сортирую и выравниваю пчелосемьи. Ребята идут впереди, открывают ульи, находят маток, запускают их в клеточки. Я выполняю свою работу, потом выпускаю матку обратно, дело сделано. Мы можем успеть сделать очень многое, если поставим на выполнение какой-то одной конкретной задачи на пасеке обученного работника. Вывод маток. Он кажется субъективной работой, но таковой не является. Речь идет всего лишь о составлении плана и процесса, и нахождении кого-то способного, кто может это сделать. Я задал определенное время на вывод маток каждый день. Например, Керри занимается матками после обеда, и я даю ей полтора-два часа на это. Я говорю ей, это твое время, я не буду тебя беспокоить, что бы ни случилось. Ты просто должна следовать по этап на процессу, который мы выработали, чтобы получить маток. После чего ты можешь прийти и помочь мне с другими задачами на пасеке. Единственное, что меня волнует в этот отрезок времени, чтобы она получила для меня вот такие маточники, как на картинке. В долгосрочной перспективе, выводя правильно маток, Керри принесет мне много денег. Это хорошая долгосрочная инвестиция. Поэтому я поставил ее на выполнение этой задачи. Она занимается ей, а я полностью стою в стороне. Но именно я пишу план, составляю программу, проверяю, чтобы ей следовали, и если имеются какие-то проблемы, то я помогаю ей исправить ситуацию. То есть я все еще там, но я не занимаюсь активной работой. Деление семей. Очень время затратная работа. Я выступал сегодня утром и говорил, что когда я развивал свой бизнес, самой сложной задачей стало приглашать других людей на выполнение этой работы, потому что это очень субъективная работа. Ты формируешь пчелосемью, и то, как ты это делаешь, будет сказываться в течение года на производстве меда. Я помню, я нанял одного парня, чтобы он мне помогал в этой работе. И он стал практически моим хвостом. Все, что он делал, он стоял и смотрел, как я работаю, потому что я не давал ему влезть в расплодное гнездо и дотронуться до расплода. В общем, он был дорогостоящим сопровождающим. Я подумал, что это до смешного глупо, потому что я нанимаю человека, чтобы он освободил меня от рабочей нагрузки, но он на самом деле этого не делает. И парень стоял как дурак и говорил, дай мне что-нибудь сделать, ты же нанял меня для этого. Поэтому я продумал процесс, чтобы нанимать других людей себе на помощь, и работа могла делаться лучше. Как я уже показывал, быстро пробежимся по этому, мы наращиваем весенние гнезда до приличных размеров, стимулируя рост пчелосемей. В каком-то смысле я нанимаю матку, чтобы она делала ровно то, что я хочу, то есть вела яйцекладку в четырех рамках в центре второго корпуса. Мы проверяем, и она уже, в общем-то, подготовила отводок, который мне нужно просто снять и забрать. Затем я использую такой метод отбора отводка без времезатратной работы по поиску матки. Этот метод, как процесс, позволил мне нанять других людей, чтобы справиться с работой. Таким образом, я не пытаюсь искать матку, я сразу смотрю расплод, считаю четыре рамки, и все, моя работа сделана. Остальное я делегирую моему рабочему. Все, что он делает, это трясет пчел в воронку в нижний корпус, так, чтобы там внизу оказалась каждая пчела. Эту работу я не обязан делать сам, я могу передать ее другим. На такие процессы, как поиск матки, может понадобиться иногда 5, а иногда и 25 минут. Как вы можете спланировать эту работу? Никак. Поэтому, разделив процесс на этапы, вы начинаете планировать вашу работу и предсказывать, сколько времени займет каждое конкретное действие. Таким образом, 4 раза по 5 минут, и вы поделили 4 улья. Чашка кофе, и снова 5 минут, 5 минут, 5 минут, 5 минут, вы точно знаете, сколько времени понадобится, чтобы пройти пасеку и разделить пчелосемьи. Так вы можете лучше планировать собственный день. Разделение процесса на временные этапы существенно помогло мне увеличить мое хозяйство с 400-500 пчелосемей до сегодняшнего состояния в 1200-1500 пчелосемей. Только это позволило мне лучше справляться с рабочей нагрузкой. Когда мы делим семьи, мы применяем процесс, когда матка кладется поверх рамок. В общем-то, вся суть снять второй корпус и поставить его на поддон. Для этого мне также не обязательно самому участвовать. У нас работает манипулятор, ребята раскладывают поддоны, я нахожусь рядом, чтобы они не слишком халтурили. Они снимают вторые корпуса, ставят на поддоны и загружают их в кузов. Всю эту физическую работу я делегирую другим, потому что мне не хочется этим заниматься. То же самое касается формирования отводков в нуклеусах. Я прошу Керри, она делает большую часть работы с расплодом в данный момент. Я научил ее, на что обращать внимание. Она работает, убирает излишек силы и делает для меня много отводков. Она отбирает две рамки с расплодом и рамку с медом для таких отводков. Для изготовления отводков в нуклеусах я спланировал процесс, на основании которого можно легко научить людей делать такие отводки. Речь идет о шестирамочных нуклеусах. Я большей частью перешел на них. В них имеется шесть позиций рамок. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Автоматически места один и шесть занимают рамки с вощиной. Место или позиция два всегда позиция медовой рамки. Позиция три и четыре это печатный расплод. Позиция пять это такая рамка, с которой вы не знаете, что делать. Вы используете пластиковую вощину? Да, в основном. Просто потому, что с ней так легко работать. Мы приезжаем на пасеку и люди занимаются формированием отводков. Все знают, что идет на позицию один, позицию два, три, четыре, пять и шесть. Мы открываем ульи, смотрим гнезда. Три-четыре человека работают одновременно. Мы все знаем, что происходит. Нам совсем не обязательно говорить друг с другом, поскольку мы можем видеть, что внутри нуклеусов. Пустые позиции три и четыре в нуклеусах означают, что нужно найти полные рамки с расплодом. Вы всегда можете сказать, когда пасека работает на максимальной производительности. Тогда на пасеке царит спокойствие и тишина. Или наоборот, когда подростки начинают немного лоботрясничать и болтать. Им не приходится спрашивать меня постоянно. Они знают, что делать, и они выполняют свою задачу. Дело хорошо делается на тихой пасеке или на пасеке, где не надо постоянно спрашивать босса. Вот что я применил в своем хозяйстве и что хорошо работает. Или, как я часто говорю, я задал процесс, который мне помогает облегчить рабочую нагрузку. Далее, при формировании отводков в нуклеусах, мы делим семьи. Мы выбрали пасеку и сделали 175 отводков на шести рамках с этой пасеки. Впереди меня идут ребята, ищут маток, мне это не приходится делать. Следом за мной идут ребята, сортируют рамки с расплодом. Мы работаем настолько быстро, насколько возможно. Просто отбираем рамки и ставим их по обозначенным позициям в этих нуклеусах. Более предсказуемым образом. Таким образом, я полностью убрал субъективность из этой ситуации. Отбор и откачка меда. Это очень трудозатратный период в нашем хозяйстве. Это работа на линии. Чтобы выполнить эту работу, нам нужно составить план, обрисовать процесс. Кроме того, нам нужно здание помещения, нам нужно оборудование. Нам нужно составить программу под это оборудование, которая позволит нанять людей, чтобы достичь результатов. Нельзя пчеловоду вкладывать в такое оборудование, которое, когда включаешь, нужно повернуть, стоя на одной ноге придерживать, чтобы оно нормально работало, и оно все равно будет подскакивать. Вы не можете нанимать людей для работы на таком оборудовании. У вас должно быть соответствующее оборудование в хозяйстве, чтобы работа выполнялась качественно и безопасно. При отборе меда одна из главных проблем, с которыми сталкиваются пчеловоды, это рабочая сила. Никто никогда не хочет идти в пчеловодческое хозяйство, поскольку это тяжелый труд. Мы поднимаем тяжелые корпуса, нас жалят, все прилипает. На улице жара. Никто не хочет выполнять эту работу. Итак, как найти работников? Как привлечь людей с ближайших территорий, чтобы выполнить эту задачу? Как я вам ранее сказал, нужно составить план, разобрать процесс на этапы. Я обнаружил, что одна из причин, почему люди не хотят работать на ферме, это подъем тяжелых корпусов. Поэтому я купил манипулятор, который позволил мне нанимать любого, кто ищет работу на ферме, и может помочь мне с рабочей нагрузкой. Я мог бы нанимать как малоформатных худеньких девушек, так и огромных сильных пчеловодов, которые способны за раз поднимать пять корпусов. Но я обнаружил, что профессиональная этика и энтузиазм, которые способствуют тому, что я делаю, имеют важное значение. В данном случае, физический аспект не играет роли. Я могу получить больше от маленьких девушек, чем от огромных бугаев. То есть, по идее, если я могу разработать такой процесс, который позволит мне нанимать того, кто не сильно физически развит, для этой работы, то я получу более качественную рабочую силу для выполнения этой задачи. Именно это я и сделал. Я приобрел манипулятор. Я не хотел больше использовать ароматические крышки и воздуходувы. Я хотел просто снимать корпуса механически, используя такие пчелоудалители, как на слайде. Они просто великолепны. Парни работают 2-3 дня и просто снимают корпуса по очереди и загружают их в кузов. Мне совсем не нужно участвовать в этой работе, хотя я все еще присутствую на пасеке, потому что время от времени матка проходит через разделительную решетку и создает небольшое гнездо сверху, из-за чего пчелы не уходят под пчелоудалитель. Мне приходится искать матку и опускать ее вниз. Так происходит, возможно, в одном или в двух ульях на пасеке. Так что я могу сосредоточить внимание на подобных ульях. Другие же занимаются прочей работой. Все корпуса ставятся на поддоны. Нам не приходится снимать их вручную. Все делается с помощью вилочного погрузчика. Затем все это поступает в теплую комнату. У меня довольно вместительная теплая комната. По размерам я сделаю ее 45 метров на 50. В нее входит порядка 2000 корпусов. Один пчеловод проезжал мимо и изумился, насколько она большая. Спросил, куда мне столько места. Я ответил, что, естественно, заполню их медовыми корпусами. Чем же еще? Я заполняю помещение корпусами под завязку, и это позволяет мне создать громадный задел для работы моим парням, которые должны откачивать мед. Таким образом, они постоянно заняты. Они работают на линии по откачке и постоянно берут корпуса из теплой комнаты. Каждый день они это делают, чтобы успеть все откачать. Обычно я нанимаю 3-4 человека для откачки меда. Им удается откачать от 275 до 350 корпусов меда в день. Я никогда не волнуюсь, если им удается откачать только 275. 275 или 350, это не важно. Потому что в первую очередь меня волнует, чтобы линия и медогонка продолжала работать, и все крутилось. И мне не хочется этим заниматься самому. У меня работают две бригады. Двух парней я беру с собой для работы на пасеках. Мы начинаем отбор меда в июле, и обычно медосбор длится до сентября. Мы отбираем мед в два этапа. Первый раз мы отбираем несколько полных корпусов и добавляем пустые. Во второй раз мы отбираем все. В помещении для откачки я использую вспомогательное оборудование для облегчения работы. Это манипуляторы. Слушатель задает вопрос о том, как Иоанн обращается с рамками с сушью. А пока человек задает вопрос, подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Если я правильно понял вопрос, то мы очень трепетно относимся к таким рамкам с сушью. Делаем все, чтобы их сохранить. Эти выстроенные рамки стоят золото. Вы ставите корпус с сушью на семье, и они заполняют его медом в один момент. Если вы ставите ващину, то пчелам нужно больше энергии и усилий, чтобы сперва ее отстроить. Нужен сильный взяток, и это сказывается на производстве. Но в то же время я всегда добавляю новые рамки с ващиной в каждый медовый корпус, чтобы наращивать мой запас суши. Когда начинается взяток, у пчел должно быть место для складывания нектара. Поэтому я пытаюсь ставить по меньшей мере одну рамку с ващиной в каждый медовый корпус. Если я запаздываю в работе, я могу получить от них дополнительный эффект, их дополнительные силы, если вы понимаете, о чем я капитализировать их. Эти корпуса на фото тяжелые. Некоторые из них весят по 36 килограмм. Не каждый сможет поднять такой корпус и поднимать их весь день и каждый день в течение сезона. Поэтому на откачке, так же как и на пасеке, я установил манипулятор. Держатель защелкивается за ручки корпуса и поднимает корпус на конвейерный стол моей линии. Им могут пользоваться все. Это очень просто. Когда у парней есть силы, они могут поднимать вручную корпуса на линию. Но к концу дня они устают. Это становится заметным, подъемник работает чаще. Таким образом, я просто даю им альтернативу. Вы можете заметить, что я помещаю одного работника в начале линии, перед станком для распечатки. Другой работник нужен сзади для снятия рамок из линии. И один работник нужен посередине для соскребания лишнего воска, забруса. Распечатка происходит двумя противопоставленными ножами. Аппарат по распечатке делает большую часть работы, но его нужно поправлять, поэтому там нужен еще один работник. Так что мне на откачку нужно три человека. Керри обычно перемещается и смотрит за всем, когда рабочих достаточно. Или я даю ей двух человек, чтобы работа шла нормально. Таким образом, на линии имеются четко обозначенные позиции для рабочих. Я перемещаю их между задачами, чтобы они знали, как делать каждую операцию. И в случае, если кто-то не пришел, они все знают свои обязанности. Я также посылаю этих рабочих на пасеки. Я не хочу, чтобы они были скованы в помещении весь сезон. Им это не нравится. Чтобы они оставались свежими, я их перемещаю на откачку, затем на пасеки и обратно. Таким образом, работник делает весь цикл операций. Все перемещаются, кроме Керри. Дай бог ей здоровья. Она остается на откачке, все время управляет всем процессом. Она работает там месяц-полтора, руководя работниками. В любом случае, она совсем не против. Кроме того, я покупаю оборудование, которое снижает трудозатраты. Мед откачивается, забрус, восковые крышечки сотов срезаются и падают вниз. Забрус подается с помощью шнека и перемешивается с медом, после чего поступает в сепаратор. Сперва он проходит через теплообменник для небольшого подогрева, откуда уже льется в сепаратор. Сепаратор-центрифуга отделяет мед от воска. Он работает весь день и не требует дополнительных рабочих рук. Лишь небольшой контроль. Принцип работы сепаратора заключается в том, что воско-медовая смесь льется внутрь вращающегося барабана. Тут виден слой воска на стенке. Мед выдавливается вовне, а воск остается летать внутри барабана. Вот этот маленький нож внутри вращается весь день. Мед выдавливается наружу, а воск остается внутри, и его слой на стенке постепенно увеличивается. Мед просачивается через стенку, а слой воска растет, и по мере его нарастания нож срезает его в течение всего дня. В итоге сепаратор полностью очищает мед, и я получаю абсолютно сухие хлопья воска. Таким образом полностью решается трудозатратная задача по отделению меда от воска. Это превосходно. Этим я хочу сказать, что я спланировал этот процесс так, чтобы задача решалась без привлечения работников к ней и удержания их на этой работе. После сепаратора мед поступает в молочный танк, нашу емкость для отстаивания. Мы заполняем ее дважды в день, так что нужно ее сливать ежедневно. Рядом с емкостью мой дедушка Орчард. Он всю жизнь проработал фермером, и по мере старения, учитывая современную автоматизацию, он терял возможность быть полезным, как в былые времена. Но сливной экран довольно маленький, всего на полтора дюйма, и бочка очень медленно заполняется, поэтому приходится ждать, пока бочка заполнится, стоять возле, мне это надоедает, я отхожу поделать что-то другое, и неизбежно мед переливается через края. Так что дедушка решил, что для него это подходящее местечко. Он пришел в помещение для откачки, и сколько он работал у нас с Энди? 12 лет, я думаю. Таким образом, он 12 лет заполнял мне бочки, и все это время, что он следил за ними, я не потерял ни одного грамма меда. Сейчас дедушки уже с нами нет, и в первый же год, как его не стало, я снова пролил мед. Так что да, на откачки дедушке не хватает. Это лишь пример той работы, которую необходимо делать, и поставить на ее выполнение кого-либо, чтобы освободить меня от нее. Нормы. Я применяю нормативные инструкции. Не обязательно, так скажем, для их строгого соблюдения как такового, но в качестве основы для того, чтобы работники выполняли свои задачи. Как заставить людей работать, если тебя нет в цеху, и удостовериться, что они делают все, что ты им сказал делать, все то время, пока ты отсутствуешь. Нужно использовать кнут. Кнут – это нормативные документы от канадского агентства по контролю за качеством пищевых продуктов. Не я говорю им, что они обязаны помыть медогонку в конце рабочего дня. Это вопрос моего соответствия нормам, если я зарегистрирован как пчеловод. Поэтому я использую эту толстую папку с программами, нормативными стандартами, инструкциями на пользу моей практической деятельности, чтобы удостовериться, что мои парни делают то, что они должны делать. Я приезжаю в конце рабочего дня, возвращаюсь с работы на пасеках, и чтобы удостовериться, что все было сделано, я проверяю папку. И все должно быть заполнено так, как я показал им. И они ее заполняют. Лучше было бы им это сделать в течение дня. Это позволяет мне возвращаться и смотреть на общий план работ без необходимости проверять каждого работника и его вклад. Так я могу применять стандартизированные производственные инструкции в течение дня. Time Management Управление временем Составление списка может показаться неважным, но изучение, как составлять такие списки и их правильно использовать, вероятно, один из лучших уроков, которые я изучил. Чтобы определить ваши приоритеты, составьте список. Перечислите все виды работ, обозначьте приоритетную важность, составьте помесячный список задач, недельный, ежедневный список и покажите каждому практический план работы. Таким образом, все заряжены, каждый знает, что происходит. Я применяю KISS принцип. Делай проще тупиться. Я использую белую доску. Она невероятно эффективна. Все могут видеть, что происходит. Не нужно иметь воображение. Работа делается в соответствии с этой доской. Например, я отправляю бригады на пасеки и у нас сохраняется чувство коммуникации. Благодаря этой доске. Я использую настольные календари. Перечисляю там всю работу по месяцам. Например, весной я вывожу пчел. Меняю масло, делаю обслуживание манипулятора, оцениваю силу семей, наличие кормов, делаю контроль клещей, делаю белковую подкормку, подкормку сиропом, проверяю заражение наземой, диагностирую нагнельцы, провожу обработку от клещей. Этот список довольно всеобъемлющий. Делайте так, чтобы вам было понятно, и выставляйте приоритеты. В марте мне нужно поменять масло, обслужить манипулятор, изготовить лепешки, провести встречу, затем нужно купить сироп и сухую подкормку. В приоритете вывоз пчел из зимовника. Это приоритет над всеми другими задачами. Главное сделать это, поэтому в первую очередь я вывожу пчел на улицу. После выноса из зимовника мы подкармливаем семьи добавками открытым способом. Проверяем корма, оцениваем, следует целый список работ после осуществления приоритетных, например, помощь в поле. Если что-то происходит в полях, что требует внимания, я сам отхожу от пчеловодческой работы и отправляюсь на помощь, поскольку это приоритет на ферме. Календари немного помогут вам составить список задач, определить приоритеты и составить гибкую программу. Когда вы придете к себе в кабинет и напишите даты дней рождений и подчеркнете их, лучше обращать на них внимание. День рождения Сэнди, моей супруги, 23 мая. И я не знаю, почему она родилась тогда, когда у меня матки выходят из маточников. Ужасное время. Она моя маточка. Но неизбежно забываешь о ее дне рождения, несмотря на то, что он отмечен тут на календаре. Я встаю каждое утро и в первую очередь думаю о том, чтобы зайти в кабинет, распределить маток и успеть сделать всю работу. Потому что в этот день матки должны начать выходить из маточников. Даже если вы забываете, что написано в списке, можно это наверстать позже. Взять, например, ее в Питтсбург. Ежедневный список задач также очень полезен. У меня работают подростки, и нужно им говорить ежедневно их задачи. Они стоят, кажется, что они внимательно слушают, но на самом деле нет. Вы составляете список, говорите, что им делать, даете этот список им, и они проверяют по нему все выполненные задания. Таким образом, я избегаю фразочек типа, что я должен делать, босс? Такие фразы больше всего обескураживают. Так что даете им список дел, они должны его исполнить, они могут сверяться с ним, переносить его на доску, и ты знаешь, что работа сделана. И у меня нет никаких претензий, если они не успевают сделать их работу, но скажут об этом, чтобы я смог перенести ее на следующий день. Главное это быть понятным и предсказуемым. Так что составьте список задач, следуйте ему, он поможет принятию предсказуемых решений, и все будут знать, что происходит вокруг. Предсказуемая трудовая нагрузка, управление временем. Это также помогает привлекать группу людей себе на помощь. Они чувствуют себя частью хозяйства, частью процессов, которые происходят. Возможно, они больше внимания уделяют, когда они вовлечены. Быстро затрону тему управления капиталом. Я получаю много вопросов об инвестициях капитала. Как я могу ответственно вкладывать в чел по мере расширения моего хозяйства? И на этот вопрос практически невозможно ответить, потому что на процесс влияет очень много факторов. Ваши собственные способности к чему-то, может быть, у вас есть работа, у всех у вас ограниченные финансовые возможности. Зависит от отдельного человека, какой риск он может взять на себя ради расширения бизнеса. Но какой совет я могу дать, это постепенно расширять пасеку и покупать ульи. Если вы идете в этот бизнес, вы очень целеустремленный. Я вижу такое желание у многих пчеловодов, они хотят иметь не 50, а 100 пчело семей. Ведь пчеловод со стапчело семьями звучит лучше. Они покупают 100 семей, но у них нет производственных помещений, чтобы обслуживать эти семьи. Сначала они вкладывают в пчел, но потом не знают, что с ними делать. Пчелы умирают во время зимы. Итак, у вас теперь 100 ульев, и предположим, что вы заняли денег, и пчелы в итоге погибли, а кредит нужно все равно возвращать. Если вы инвестируете все ваши деньги в ульи, построите здания, продвинетесь вперед, и по мере этого будете постепенно размножать семьи, то даже если все пчелы погибнут, то это всего лишь потеря вашего времени. У вас останутся ульи, у вас останется здание, останется то, от чего вы все еще сможете достать капитальные вложения, если придется. Это самый разумный способ расширяться в этом бизнесе, когда вы инвестируете в строение и расширяете пасеку. Не знаю, как еще больше можно акцентировать ваше внимание на этом. Заканчивая, хочу сказать, что самые тяжелые уроки при развитии бизнеса, которые ты получаешь, заключаются в том, что работа ставится в приоритет над семьей. Всегда. Вам приходится работать по 15-18 часов в сутки. Иногда семья остается в стороне, ведь вам нужно выполнить работу. Но семья также требует вашего внимания. У всех владельцев бизнеса одни и те же проблемы, я испытываю их же. Мы трудоголики, особенно пчеловоды, поскольку перед нами стоит много задач. Мы все время пытаемся выполнить следующую задачу. Мы превращаем себя в трудоголиков. Мы так гордимся, что много работаем, что иногда создаем сами предлоги, чтобы продолжать работать. Так что мы должны проверять, что мы сами понимаем, где этот баланс между семьей и работой. Нет ничего невозможного, но работа всегда получает приоритет. Но все же нужно стараться прилагать столько же усилий по отношению к семье, сколько и по отношению к работе. Если вы делаете это, и делаете это постоянно и предсказуемо, прилагаете усилия, то вы становитесь ближе к этому балансу. В целом, мы и работаем для этого, для нашей семьи. На этом я хочу закончить. Спасибо за ваше внимание. Оно очень ценно для меня, приятно выступать перед такой публикой. Я отвечу на ваши вопросы. Вопрос в том, сам ли я смешиваю белковую подкормку? Да. Но я также покупаю. Если у меня кончается, я еду и покупаю, если под рукой ничего нет. Мне нравится делать собственный рецепт, над которым мы работаем. Мне нравится смешивать разные элементы. И кроме того, мне хочется знать, чем я кормлю пчел. Я использую пивные дрожжи и соевую муку в качестве основы. Добавляю масла, сахара и еще крутые элементы. И все они по какой-то причине. Поделитесь рецептом. Я бы поделился, но это секрет.